Относительно Кипра, но если бы не было вот этой кипрской проблемы, ее надо было бы придумать. Вот с помощью этой проблемы мы, жители России, узнали очень много нового. Причем мы это не выясняли, нам начальство так сказало в лице Дмитрия Анатольевича Медведева. Оказывается, наши государственные структуры, помимо структур, бизнес-структур, имели свои офшорные счета. Да, вот если бы в Соединенных Штатах президент Обама сказал бы, что наши счета ФБР, ЦРУ, Министерство финансов, вот эти структуры государственные, имеют свои счета на Кипре, его бы сошли либо сумасшедшим, либо отдали бы под суд. Ты почему это допустил? У нас это в порядке вещей. То есть вот эта вот новизна, вот эти открытия, которые мы узнали в течение Кипра, я искренне благодарен кипрскому руководству и Ангеле Меркель, которая фактически привела, создала вот эту обстановку. И главное, что европейцы-то не беспокоятся от этого почему-то. По одной простой причине, потому что валовый продукт Кипра составляет 0,2% валового продукта ВВП. А у нас там не только, я так полагаю, бизнес-структуры, не только счета государственных предприятий, ну, наверное, и счета чиновников, которые пострадали. Счетов обычных граждан там нет. Поэтому в этом, безусловно, экономической и финансовой проблеме прорисовывается очень негативная политическая составляющая. Ну, не настоящие, оказывается, патриоты у нас во главе государства стоят, коли они счета там открывают.